К нашему эфиру присоединяется основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко. Игорь Александрович, приветствуем. Добрый вечер. Игорь Александрович, вы с нами? Да. Замечательно. Во-первых, рады вас видеть и слышать, а во-вторых, сразу же к делу, если позволите. Об F-16 говорим долго и говорим много. До сих пор они не поступили на вооружение украинской армии, но уже появились разговоры о F-18. Какова вероятность того, что Украина этот вид вооружения получит? Как вы считаете? Мы обговаривали эти вопросы больше года назад. И F-16 это более мощная машина, более приспособлена к нашим, с двумя двигателями, более приспособлена к нашим аэродромам. Это палубный истребитель-штурмовик, который выполняет в широком, еще более в широком спектре задачи с тем вооружением, которое предоставляется. Есть свободные, прямо там, больше 40 штук в Австралии, например, в других государствах союзников. Тут у вас принципиальное решение американцев на этот счет. Просто F-16 более дешевый, поэтому было принято такое родное решение. Кроме F-16 есть возможность, мы тогда весь спектр оговаривали вариантов, Гриппин шведский, он близок к американскому, но в большей степени опять-таки приспособлен к действиям, близким к нашим состояниям аэродрома. И поскольку шведы понимали в противостоянии в свое время, там, Советским Союзом позднее с Россией, что если начинается противодействие, то они должны рассредотачивать свои летательные аппараты, в частности, самолеты по аэродромам, по взлетным полосам, по дорогам, по грунтовым аэродромам. То есть они в большей степени приспособлены к такому роду действия. Кроме того, у шведов есть ракета «Воздух-воздух» с дальностью до 300 километров. Из того, что к этой модификации более старой, F-16, которая будет там поставлена из Европы, на ракеты предполагаемые, они, в лучшем случае, наверное, на дальности могут иметь 120 километров сайдвиндеры, определенные модификации. У россиян есть ракеты тоже на 300 километров. Но так или иначе, этот базовый самолет, поколение 4+, с вооружением, и здесь принципиальный вопрос, здесь очень важные детали, о какой именно вооружении будет нам поставляться. Мы это видим, например, по «Атакамсам». Зашли «Атакамсы», значит, их можно запускать с «Хаймерсов», но они на 160 километров, их боеголовки только кассетные. Для того, чтобы разрушать и пробивать оборону мощную на юге, в Запорожской области, которые россияне построили, а построили, опять-таки, потому что очень медленно передавалось нам вооружение, и мы не могли начать свои действия наступательно еще до того, как это они сделали на этом направлении, то нам нужны «Атакамсы» с боеголовками, ну, во-первых, с дальностью до 300 километров, и с бронебойными, бронебетонными, я бы сказал, потому что сооружение на этом направлении, там, Суровикинской линии и других, вот такого уже вида и качества, и чтобы их пробивать. Поэтому в перечне вооружений, которые запросили вооруженные силы Украины, и которые разошлись уже и оприлюднены, там есть и вот такого рода ракеты, есть и самолеты, в том числе и те, о которых мы с вами говорим, и в 18-й. То есть, конечно, они более расходны, но с точки зрения применения они были бы более эффективны. А вообще, наилучшее сочетание было бы F-16 и F-18 с такими, как F-15, потому что это дальний, не новый самолет, но дальнюю радиусы действия и способны нести наибольшее количество вооружения в мире этого типа и этого времени выпуска самолетом. Но мы тут мечтать можем о многом. К сожалению, этот год показал, и есть, так сказать, достаточно отрезляюще на то, каким образом и что поставляется к нам с точки зрения вооружений, и какие могут быть перспективы, особенно в тех перипетиях, которые происходят у наших политических, у наших союзников стратегических, такие как американцы. В Конгрессе даже Сенат не смогли предложение пройти по финансированию нашему, не говоря уже о Палате представителей, где лидируют республиканцы. Ну, позиция Польши. Пока правительство новой Дональда Туска не зашло, и даже если оно придет, то все сразу, и так как по-старому, как бы, тоже, наверное, решаться не будет. Ну, и проявление популистов, пришедших во власть Нидерланды, Словакию. То есть есть проблемы. Вопрос для нас в этих условиях сейчас перейти к стратегической активной обороне, теми силами, которые у нас есть с опорой на выпуск продукции предприятиями военно-промышленного нашего комплекса. И здесь вот то, что проходит в Америке, мы просим о том, чтобы помогали нам совместно делать проекты по вооружениям, понимая, что, значит, они не могут все передавать, что это дорого, мы готовы в этом участвовать. Есть определенные проекты, уже доведенные до конечных результатов, в частности по зенитно-ракетным комплексам, интегрированные с американцами вооружения старые советские комплексы, их ракеты, получается, зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия, которые вполне могут противодействовать несклетящим целям, такие как шахет, крылатая ракета, вертолет. И это очень важно. То есть перспективы есть, но вопрос во времени. Время нам надо выигрывать. Сейчас, проводя стратегическую оборонительную операцию фактически по всему фронту, поскольку и вот эта активная, так сказать, оборона, она может быть там, где это выгодно для введения боевых действий силами обороны Украины, и где эти действия подкреплены ресурсами, которые у нас ограничены. Да, в ограниченных ресурсах, опять-таки, вооруженные силы Украины смогут уничтожить Крымский мост, если достаточно получат «Атакамсов» и «Таурус» ракеты. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес в статье для Foreign Affairs. Это действительно так? Мы уже дважды атаковали Крымский мост, он с горем пополам, но еще функционирует. Вы согласны с мнением Бена Ходжеса? И действительно ли мы можем, в принципе, достаточно получить, наконец-то, «Атакамсов» и «Таурусов», что характерно? Мы с вами мелком охарактеризовали ситуацию. То есть это не совсем то время, когда можно надеяться с большой вероятностью, что это случится. Немцы заняли позицию, что они нам дают средства противовоздушной обороны. Конечно, спасибо им и батарею «Петриоты» и «Айрисы». Ну, как бы дают, например, те же «Ирисы-Т», но дают с полонгированием, так сказать, не только в 1924-й, а в 1925-й год. Вот что-то там чуть больше с гепардами. И, значит, показывает то, что вот они средства обороны дают нам, а такие, как «Таурус» и ракеты дальнего действия, они пока не решаются. Несмотря на то, что американцы дали атакамсы, но это атакамсы с боевой головкой и кассетой, небольшое количество и небольшие реальности. Поэтому здесь есть проблемы, и их надо решать более плотным и плодотворным взаимодействием, работой с руководством наших союзников. И, опять-таки, с опорой на то, что у нас есть ракетная программа своя, она продвигается, у нас есть наработки по беспилотным ударным летательным аппаратам. И надо интенсировать эту работу. То есть у нас есть соответствующие наработки, нужные средства, нужно время для того, чтобы... Ну и тяжелая организационная работа для того, чтобы увеличить количество и, главное, бороться за качество, выпускаемое вооружением непосредственно у нас в Украине. Вот такого рода путь, по нему мы идем, но все это в очень непростых условиях международных, которые складываются. Ну и о хорошем все-таки хочется сказать. В США заявляют, что в декабре 2023 года завершат поставку Vampire. Это системы, которые были разработаны для выявления и перехвата беспилотников. Расскажите, что это за Vampire и насколько они нам помогут в борьбе с беспилотниками? Да, это очень важно, поскольку мы видим, что в последнее время противника используют в первую очередь и в больших количествах баражирующие боеприпасы в народе... Шахеды? Шахеды. Шахед, камикадзе и шахеды. Шахеды – это уже название беспилотных аппаратов иранских. Хотя, надо сказать, что сейчас это делается не только применяется то, что производится в Иране, но также то, что собирается в России уже. Они это называют, и то, и другое перекрашивают в Герань. Они ее модифицируют, им нужны необходимые средства. Вот те, которые совместные интегрирующие проекты, я уже сказал, пока есть поставки, эффективно себя проявляют наши мобильные группы. То есть в рекордном ударе шахедами почти неделю назад было, как мы помним, участие 75 шахедов. Почти все они были сбиты. Так вот, 20% уничтожили мобильные группы. Мобильные группы – это средства уничтожения, огневые, это крупнокалиберные пулеметы, переносные зенитно-ракетные комплексы, малокалиберные зенитные пушки. Но необходимые для повышения эффективности действия, например, ночью, то нужны тепловизоры, нужны прожектора, нужны лазерные указки, нужны эволюционные станции, которые бы вы наводили. А вот в том, что вы назвали в этом средстве, американцы, это объединено в одно. Есть возможность и являть, сопровождать и уничтожать. Конечно, они нам нужны такого рода, не только от американцев, от других наших союзников. Поэтому мы, может быть, медленно, не так быстро, как хотелось бы, но потенциал повышаем, как противовоздушный. А как мы знаем, в этом году Украина стала государством, которое имеет и противоракетную оборону, небольшое количество батарей, патриотов и самти франко-итальянских. Это очень важно, и такого рода усилия мы наращиваем. То есть у нас потенциал увеличивается. Кроме того, серьезно занимаемся в последнее время средствами радиоэлектронной борьбы для того, чтобы воздействовать на средства нападения противника и таким образом. Причем они должны и разрабатываться размещаемые на земле, в воздухе, на воде эти средства, а в том числе и на летательных аппаратах, которые должны подавлять летательные аппараты противника. Это такой комплексный подход. Конечно, хотелось бы, чтобы этих средств становилось больше. Но и путь наш не только в количестве, не столько в борьбе с ресурсным государством, который является Российская Федерация, а в первую очередь за качество, выпускаемое наше, то есть нашим военно-промышленным комплексом. И мы идем в этом направлении, развиваемся. Игорь Александрович, еще одна тема, если позволите, она касается как раз ПРО, которое, возможно, Украина получит. Во всяком случае, Reuters сообщает о том, что Украина с высокой вероятностью обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой о предоставлении еще одной системы ПРО. На сей раз система ТАД. Правды ради следует отметить, что это довольно дорогая система. Какова вероятность, что она будет предоставлена Украине? И вообще подробнее немного расскажите о ТАД. Система ТАД стоит около 15 миллиардов батареи. Она подвижная, она имеет большие возможности, могут работать по ракетам противника в стратосфере, уничтожать на больших гальностях. То есть, конечно, она нужна была бы. Но поскольку вот такие деньги, а деньги пока, так сказать, невыделяемые, ну, можно представить, это мы планировали, что нам передадут 60 миллиардов, но там разделение на военные и невоенные определенные есть, но из них, чтобы 15 миллиардов только пошло на одну батарею, то тут есть определенного рода вопрос. Единственное, что делает вероятность поступления все-таки существенной и значительной, есть то, что очень многие фирмы через руководство своих государств поставляют небольшое количество, мягко выражаясь, будь каких, вооружений, единиц вооружений, для того, чтобы провести испытания, для того, чтобы эти средства вооружения зарекомендовали себя таким образом. К сожалению, на войне у нас в Украине кто-то делает рекламу, фирмы и компании, которые производят такое вооружение, нам надо быть реалистами, они в этом заинтересованы, поэтому, используя, так сказать, их вот такие желания, важно, чтобы заводить, хотя бы начиная с отдельных единиц, современное эффективное вооружение, мы видим, как наши военнослужащие, в данном случае представители противокомандования, противовосточные наши обороны, командование воздушных сил, быстро осваивают и Петрио, и Аристы, и Нессамсы, и другие системы, мы, я думаю, они быстро освоят и это, эффективно себя покажут, то есть, таким образом, я вижу, что могут появиться перспективы в борьбе с противником, в борьбе с их средствами воздушного нападения. А есть какие-то аналоги, но не обязательно же ТАД, не знаю, ХЭЦ-3, например, израильская система. Значит, ну, да, есть израильская, но вы же знаете, как израильтяне до последнего относились к поставке, даже то, что железный купол был у американцев, они не давали разрешения на реэкспорт, то есть, американцы поиспытывали, были две батареи, они не входили в систему управления средствами ПО американские, поэтому они в боевой состав не включали. Они протестировали необходимое, наверное, что там могли, взяли от этих систем, но израильтяне не шли на такие шаги. А тут, так сказать, одну из своих систем, значит, продать или как-то передать Украине, большой вопрос, хотя эта ситуация меняется, и израильтяне впервые финнам тоже важный посыл, уже в стадии договоренности собираются передавать такого рода противоракетную систему. Это серьезное заявление, то есть старое что-то с этой точки зрения финны могут продавать или передавать там, во-первых, ну и, во-вторых, самое начало, вы знаете, это важно в любом вопросе и процессе, и это важно и в этом, в том числе. То есть возможности, где-то как-то появляется весь вопрос в том, чтобы, значит, брать эти возможности и доводить до конечного результата. Это неимоверно тяжелый труд, особенно в современных условиях, в международных взаимоотношениях и особенно в ходе нашей широкомасштабной войны. Но этим надо заниматься, и это делается. Игорь Александрович, спасибо вам большое, что присоединялись к нашему эфиру. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины». Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Игорь Романенко, игорь Романенко, игорь Романенко.